Победитель окружного конкурса «Маленькая пчёлка» Николаева Варвара! Село Гражданка! Зря ты вчера не хотела к вам ехать, звезда моя! Уж если впитывать любовь к пчеловодству, то надо с детского сада. Решили в район администрации Анучинского района и провели творческий конкурс среди дошколят под лозунгом «Пчёлы и дети за жизнь на планете». Самая маленькая участница Арине Российчук – два года. От жёлто-чёрных в полоску костюмов никуда не деться. Даже в зале поддерживали маленьких артистов взрослые пчёлы. Мамы тоже в одежде, соответствующей цветовой гаммы. Конечно, нужно уделять внимание, нужно с самого детства детям рассказывать об этом, о пчёлах, о мёде. Чем, собственно, мы и занимаемся с такого маленького возраста. Уже у нас маленькая пчёлка. Для ребят в фойе Дома культуры, где проходил праздник, бесплатная дегустация вкусняшек от родителей дошколят и от воспитателей детских садов. В рационе детей этот сладкий и, главное, полезный продукт в качестве обязательного. В детском саду у нас дают липовый чай с мёдом. Мы сегодня его тоже представили, раздаём. Это самое, блины пекут с мёдом. Его добавляют в выпечку. Ну, слишком много мёда детям маленького возраста мы не можем дать, потому что есть дети сейчас аллергичные. Даём малых, малых количеств. Но мы это любим дело и частенько собираем за чай с мёдом. Параллельно с конкурсом на сцене жюри оценило рисунки и поделки ребят на пчелиную тему. А кто хотел, мог получить наглядный практический урок, как изготовить сувенир с пчелой из подручных средств. Мы вообще-то любим природу, и поэтому для пчёл вот здесь у нас высадили аллеи. Детки ухаживают за этими деревьями. И вообще они любят это насекомое, поэтому мы с удовольствием принимали участие. Вдобавок к существующим медоносам в парковой зоне в центре Анучина, где установлен знаменитый и единственный в крае памятник, труженицы пчели, посадили ещё несколько деревцев. Одну липу в народе прозвали «двуглавая», так как её вместе сажали глава Анучинского округа и глава соседнего города Арсеньева. Появилось своё дерево и у директора департамента по делам молодёжи Приморья Владимира Сахненко, который специально приехал на этот фестиваль перенимать опыт на весь край. Анучина здесь выступает очень хорошим примером, как через позитивную, созидательную историю ты привлекаешь молодых ребят, к тому, чтобы они узнавали что-то новое. Было проведено, был проведён первый пчелинный диктант. То есть большое количество мероприятий, которые повышают в целом уровень культуры у ребят. Завершается первый праздник пчелы в Анучинском районе бесплатным угощением. Чаем и блинами с мёдом под весёлые частушки местных жителей. Как надеются местные и краевые власти, пчеловодство, как отрасль в Приморье, обязательно станет одной из главных в сельском хозяйстве, так как спрос на эту продукцию и на внутреннем, и на внешнем рынке огромный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова